Дорогие друзья, возвращаемся к вопросу, который называется «Сущности». Давайте всё-таки для начала поймём, что это такое, что это за структура, вообще о чём это, вот эти сущности. Ну, те, кто читал мою книгу, часто так при встрече задают вопрос, что страх, да, плоть обретает, да, или сущность плоть обретает и плоть вашу. Друзья, это не значит совершенно, что какое-то чудовище пришло к вам, поселилось где-то у вас в теле, вот, и живёт там, да. Нет, это совершенно не об этом. Дело в том, что в зависимости от уровня сознания человек рисует картинки в подобном для него образе. И, допустим, например, сказочники, да, или кто мультики рисует, они рисуют страшилок, как мультики. И если у человека открывается ясновидение, ясночувствование, то он начинает передавать информацию в картинках этих мультиков. Но, предположим, человек занимается какой-то высшей математикой, знает формулы какие-то там, такой весь в циферках, в значках и во всём, то когда у него что-либо открывается, он видит эти открытия именно в формулах и значках. И поэтому сущностям было дано много названий, но так как у нас великих математиков, в общем-то, не так много на свете, а тех, кто смотрит мультики, читает какие-то книжки, фантастику и всё остальное, у нас таких реально много. И вот однажды к нам в картину мира попадает чужая история про эти сущности. И тот, кто о них рассказывал, он начинает описывать их в виде каких-нибудь змей, которые опоясывают шею там, или где-то внутри какой-то паук сидит, или над головой колпак. То есть это всего лишь просто видение другого человека и передача его восприятия чего-либо в этом мире. Но мы уже давно рассказывали про болезни, ещё что-то, откуда и как это всё берётся. Давайте всё-таки разберёмся с этими сущностями раз и навсегда и будем понимать, что это такое и как это происходит. Дорогие друзья, допустим, вы, вот, есть человечек, он живёт по свету такой довольный, счастливый, и в какой-то момент он видит, да, пускай глазками он это видит, да, своими, или он представляет себе в уме что-то. Итак, дорогие друзья, многие слышали такие слова по отношению к беременным. Те, кто девочки, женщины, мамами собираются стать или уже в процессе. И им всегда рекомендуют слушать прекрасную музыку, смотреть добрые, смешные фильмы или мультики. Для чего это делается? Для того, чтобы их представление было в позитиве, да, и наполняясь позитивом, конечно же, они весь этот позитив берут внутрь себя. Они расслабляются, детки рождаются замечательными, очень хорошими и в радости. Но есть люди, которые представляют себе, да, то есть формы непонятные, и они, а, не знаю, а, ой, страшно, да, то есть это страхи, они просто разную форму имеют. И люди начинают представлять себе какой-то негатив. И что происходит в теле? Вместо расслабления раз, ой, испугался, да, где первое, в первую очередь, вот здесь, ой, что-то должно случиться. И вот так потихонечку люди набирают, как бы вот эту энергию. Многие называют это блоками. Блок. То есть или это сгусток энергии, или это сущность, то есть в зависимости от уровня сознания этому явлению дали разные определения. Поэтому сущность, как что-то страшное, змея или паук, или что-то, это не о том. Это не о том, это воображение. Вы просто это воображаете или в солнечном, или в негативном. И когда в негативе, это просто вот таким вот блоком собирается. У некоторых, да, у нас у всех есть биополе, мы уже об этом все знаем. И многие где-то в биополе набирают, такая плотность проявляется, какая-то дырочка, ещё что-то. То есть разные картинки. И разные специалисты, в зависимости от уровня сознания, видят это по-разному. Кто-то в животных, кто-то в сгустках энергии, кто-то биополе, кто-то в цветах. То есть реально это зависит всё только от смотрящего. Но нам важно понимать, как быть с этим. Друзья мои, ну, если у вас есть какие-то фразы, допустим, обычная простая фраза «меня не слышат», «меня не слышат», и она раз вот здесь, да, прочувствуйте её. И в этой области начинается напряжение. Я для них всё делаю, а они неблагодарные. Да, тжжж, опять сюда. Вот у многих женщин бывают какие-то вопросы с щитовидкой. Они начинают много разных предпринимать вещей, а на самом деле щитовидка – это когда женщина живёт своими мыслями за других, как им надо, как им лучше. И мало того, не просто мыслями, она ещё начинает за них это делать. Вот. И, конечно, возникают вот эти проблемы. Но такая женщина придёт к какому-то специалисту, который занимается именно вот энергиями или сущностями, да. Сущность – это энергия. Энергиями. Она приходит, и один видит и говорит, вы знаете, у вас здесь напряжение, и у вас в теле напряжение, да. Допустим, массажист трогает человека, говорит, у вас здесь напряжение, это энергия, то есть сгусток, это блок, это для смотрящего сущность. И массажист одними словами скажет, тот, кто энергиями занимается, другими, тот, кто не знает ещё ни энергии, ни того, ни сего, он рисует картинку сдавливания в виде змеи или паука, или колпака, или ещё чего-то. То есть, вот это эти сущности. Чтобы их нейтрализовать, надо увидеть, реально увидеть, на что у вас агрессия, на что у вас обида, на что у вас напряжение. И вот это чувство, да, мы на всех марафонах, на всех встречах, мы всегда ведём вас к чувствам. Почувствовать, где в теле напряжение, какая мысль создаёт это напряжение, как эту мысль изменить, нейтрализовать и убрать его. Вместе с напряжением растворятся ваши сущности. Потому как их нет. Есть лишь напряжение в вашем теле от ваших внутренних возмущений. Переставайте возмущаться. Слушайте хорошую музыку. Смотрите добрые фильмы, смешные. Встречайтесь с добрыми людьми и станьте сами таковым. Тогда в вашем поле и в вашей жизни нет места сущностям. Вот так. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова